Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Проблемы свалок и расследования на Касимовском полигоне ТБО продолжаются. Еще в полях белеет снег. С 1 апреля в России введен пожароопасный период. Кому весна, а кому аллергия. Куда обращаться при первых симптомах? Волоколамск теперь под Рязанью. На Касимовский полигон ТБО стали свозить мусор из Москвы. Закончилась ли эта история? Смотрите в сюжете наших коллег из Касимова. С начала 2018 года жители подмосковного Волоколамска требуют закрыть местную свалку. Московский мусор нашел пристанище в Касимове. Новость о том, что московские отходы привезли к нам, взбудоражила весь город. Десятки очевидцев наблюдали за целой вереницей огромных фур с прицепами. Еще 30 марта губернатор региона Николай Любимов заявил на пресс-конференции о том, что в Рязанскую область не будут свозить мусор из столицы. Но только в Касимове и не слыхивали ни о каких заявлениях. 600 кубометров московских отходов отгрузили на Касимовской свалке. Это московская компания. Приехали к нам, потому что их не пустили на полигон. Мы пошли на встречу, чтобы мусор не был выкинут в лес или куда-то еще. Мы лучше приняли его на полигон. Это разовая сделка. Договор был заключен на один день. Мы приняли мусор, но тем самым пошли на встречу людям. Все сделано на законных основаниях. По законам Российской Федерации у нас полигон находится в аренде. И у нас в договоре аренды не прописано, от кого мы берем мусор. Весь мусор один и тот же. На мусоре не написано, там московский, он рязанский. Мусор все одинаковый. Охраничений никаких в принципе не было. По поручению главы региона, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, в субботу приезжал в Касимовский район, чтобы проверить информацию о мусоровозах с московскими номерами. Все собранные материалы направили в природоохранную прокуратуру. И в Касимов незамедлительно выехал рязанский межрайонный природоохранный прокурор. Во-первых, должны быть соблюдаться санитарно-защитные зоны эксплуатации данного объекта. То есть это зоны, установленные для каждого объекта, за пределами которых негативное влияние, экологическое влияние ощущаться не должно. Касимовский полигон ежедневно принимает до 300 кубометров твердых бытовых отходов. В штате числится 14 человек. Они занимаются приемом и сортировкой. Проверка показала, полигон работает с нарушениями природоохранного законодательства манитарно-защитных норм. Кроме того, мусор должен складироваться траншейным способом. Особое внимание уделить вопросам, где идут наличие промышленных отходов, нет твердых бытовых строительных отходов и те отходы, которые могут негативно повлиять на различные кабинеты природной среды. Вода, почва, воздух. То есть не относящиеся к твердым коммунальным отходам. Понятно, да? Прокурорская проверка продолжается. Взятые пробы почвы, воды и воздуха отправлены на биотестирование. О результатах мы расскажем в ближайших выпусках. Опасность приобрести серую сим-карту до сих пор велика. Поэтому внесены поправки в закон о связи. Они вступают в силу с 1 июня. Нововведения призваны в первую очередь обезопасить пользователей сотовых телефонов. Подробности далее в сюжете. Звонки среди ночи, СМС непонятного содержания и потерянные деньги. С такими последствиями покупки сим-карты на улице столкнулся Алексей Нилов. Продавец обещал выгодный тариф, но на деле оказалось совсем наоборот. Цена оказалась завышена сильно, в отличие от того, что мне сказал продавец. А отдача в виде интернета и звонков оказалась значительно ниже. И во-вторых, мне начали поступать странные звонки, которые гласили, к примеру, что я выиграл миллион рублей, хотя на самом деле я даже не участвовал в каком-либо розыгрыше. Случай Алексея далеко не единственный. Специалисты утверждают, главное в этом деле – не забыть заключить договор на оказание услуг сотовой связи. На самом документе должна стоять печать организации. В региональном Роскомнадзоре нам сообщили, что приобрести серую сим-карту можно не только через интернет на улице рынке или вокзале, где чаще всего орудуют мошенники, но и официальных представителей операторов сотовой связи. Если вам пытаются продать сим-карту без договора, высока вероятность того, что действует схема мошенников. Нередки случаи, когда в Рязани находили московские сим-карты, а значит, звонки нерадивых покупателей осуществлялись в роуминге. Для того, чтобы защитить пользователей мобильных телефонов, с 1 июня вступают в силу поправки в закон о связи. Там четко прописана обязанность операторов проверять достоверность сведений, которые предоставляет покупатель. При этом оформить договор можно будет только предъявив документ, удостоверяющий личность. Если в договоре будут либо неполные сведения, либо сведения, соответствующие абоненту, просто оператор связи прекратит оказание услуг связи и выбросите деньги на ветер. Стоит отметить, что за такие правонарушения предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, должностному от 10 до 50 тысяч, а юридическому от 100 до 200 тысяч рублей. Чаще всего такими аферами занимаются физические лица, но несмотря на небольшую сумму штрафов по сравнению с прошлым годом, количество желающих нажиться за счет продажи серых сим-карт значительно снизилось, утверждают в Роскомнадзоре. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». По статистике, ДТП в городе Рязани происходит практически каждый день. Чаще всего аварии незначительные. У машин едва сломлены бамперы или разбиты фары. Благодаря последним нововведениям в правила дорожного движения, при таких ДТП госавтоинспекцию вызывать не нужно. Водители оформляют европротокол. Это позволяет и время сэкономить, и не спровоцировать пробку. Однако с 2018 года в нем появились изменения. Авария на парковке. Водитель задел стоящий рядом автомобиль. Повреждения незначительные, но ехать в сервис все равно придется. Правда, в этом случае не нужно вызывать сотрудников госавтоинспекции. Согласно последним поправкам в ПДД, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей, то водители в обязательном порядке оформляют европротокол. Если раньше европротокол, так сказать, составлялся где-то по желанию и при наличии справки ЕБДД, страховые компании все-таки это решали. С 1 июня европротокол является обязательным. То есть до 100 тысяч ЕБДД на место ДТП не поедет. Для заполнения европротокола должны быть соблюдены определенные условия. В ДТП участвуют два транспортных средства, не причинен вред здоровью, и каждый из водителей сострахован по договору ОСАГО. Если все так, то водители могут оформлять документ, то есть извещение, которое прилагается к полюсу. Необходимо также сфотографировать место происшествия и записать все необходимые факты. Заполнять документ нужно разборчиво. При этом нужно следить за тем, чтобы информация копировалась на второй лист и при необходимости сильнее нажимать ручкой на бумагу. Все графы рекомендуется заполнять печатными буквами. Оставшиеся незаполненные места следует прочеркивать, чтобы исключить добавление лишней информации. В европротоколе также нужно отметить места повреждения у обоих автомобилей и зарисовать план ДТП. Если информация не умещается на обратной стороне листа, то к документу можно приложить дополнительный лист бумаги. Но нужно сделать небольшую пометку с приложением. Оба участника ДТП забирают себе копии протокола. Оба участника ДТП, каждая в свою страховую компанию в течение пяти дней, должны отнести извещение об этом ДТП. Во-первых, тот, кто потерпевший пишет одновременно заявление о прямом возмещении убытка, так называемом ПВУ. А тот, который, так сказать, виновник, в свою компанию относит, ну, хотя бы для того, чтобы потом компания, которая выплачивает потерпевшему, чтобы не предъявила к нему регресс. Поэтому, если он свои обязательства не выполнит, то может, в общем-то, налететь на большие, в общем-то, суммы, которые к нему будут предъявлены. Согласно новым изменениям, водитель, который не согласен с решением страховой компании, должен приложить данные с GPS-трекера в машине. По словам председателя Комитета торгово-промышленной палаты по страхованию, все эти нововведения должны значительно упростить жизнь автолюбителя. На сегодняшний день у нас, я не знаю, где-то там по разным компаниям разные цифры, там 20, 30, 50 процентов, там уже очень много обвиняется через европротокол. Вот то, что это делается для того, чтобы, во-первых, разгрузить вот эти вот пробки, во-вторых, облегчить саму ситуацию с урегулированием убытков. Данные изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек получили травмы. В регионе произошло 30 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено почти 500 нарушений правил дорожного движения. Задержано 16 водителей в состоянии опьянения. 9 апреля в Рязани на улице Маяковского произошла авария, в которой пострадали дети. 44-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен Джампер», совершил наезд на переходивших в проезжую часть, по предварительным данным, в неустановленном месте 10-летнюю девочку и 9-летнего мальчика. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы доставляют в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра на пешеходном переходе. А также следует напомнить всем юным участникам дорожного движения основные правила безопасности на дороге. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Московскому району Рязани по горячим следам задержали двух злоумышленников, причастных к разбойному нападению, совершенному в подъезде дома на улице Забайкальской. В воскресенье 10 апреля в полицию обратился 32-летний житель Рязанского района. Мужчина сообщил, что в подъезде одного из домов на улице Забайкальской на него напал незнакомец с опасной бритвой. Злоумышленник отобрал у пострадавшего фотоаппарат и смартфон, а затем скрылся. На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа и два оперуполномоченных уголовного розыска. Полицейские опросили пострадавшего и выяснили, что на пальцах руки нападавшего были две татуировки. Пока часть сотрудников опрашивала жильцов дома, оперативники занялись поисками злоумышленника. Во дворе соседнего дома сыщики увидели двух мужчин. Внешность одного из них подходила под описание нападавшего, а на руке имелись татуировки. Попытки заговорить с мужчинами успехом не увенчались. Те попытались скрыться от сотрудников полиции. А задержание превратилось в настоящий бой. Один из мужчин достал опасную бритву и порезал куртку полицейского. Однако обезоружить злоумышленников получилось довольно быстро. Задержанных припроводили в отдел полиции. Как выяснилось, мужчины искали, где можно продать похищенные вещи и купить себе спиртного. Теперь им грозит уголовный срок. В отношении 34-летнего мужчины, ранее судимого, за хищение и угрозу убийством возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», по которой предусмотрено до 10 лет лишения свободы. В отношении его 37-летнего, неоднократно судимого, знакомого возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», по которой грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемых взяли под стражу, а двух старших оперуполномоченных хотят представить к награде за профессионализм при раскрытии преступления. Ежегодно 1 апреля в России вводится пожароопасный период. И хоть на данный момент продолжается половодие, такая мера позволяет уменьшить ущерб от пожаров в будущем. Несмотря на то, что пожароопасный сезон только начался, огнеборцы выезжали на тушение травы уже более 100 раз. Общая площадь возгорания травяной растительности составила порядка 50 гектаров. Всего для тушения привлекалось 293 человека и использовало 104 единицы техники. Наибольшее количество случаев пала сухой травы зарегистрировано в Рязанском, Пронском и Спасском районах. Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает, что за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы, мусора и разведении костров виновные будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в середине костров, ближе 50 метров от зданий и сооружений, безконтрольное сжигание стерны предусмотрены штрафы для граждан до 1500 рублей, для должностных лиц до 1500 рублей, для юридических до 200 тысяч рублей. По всем фактам выездов пожарных подразделений проводятся проверки, устанавливаются личности, причастные к возгоранию. По случаям, произошедшим в этом году, они пока не завершены. А вот в 2017-м было составлено 127 протоколов об административных правонарушениях. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Весна – чудесное время года, которого с нетерпением ждут все, кроме, пожалуй, аллергиков. Ведь вместе с природой начинает просыпаться и их аллергия, значительно снижая качество жизни. Еще сложнее тем, у кого аллергия носит отнюдь несезонный характер. Здесь, в зоне риска, в том числе и детское население. Можно ли вылечить аллергию или хотя бы ослабить появление ее симптомов, смотрите в следующем сюжете. Аллергию называют болезнью 21 века. На сегодняшний день, по статистике, примерно четверть детского населения страдает от аллергических заболеваний. Причин этому множество, в том числе и социальные факторы. То, что и экологически чистых продуктов недостаточно, все равно в них содержатся какие-то консерванты, на которые дети реагируют. Опять же, среда, задымление, все это имеет тоже большое значение. Елена Демихова – аллерголог-иммунолог научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии, который является лечебным подразделением Рязанского медицинского университета. Одним из важных направлений работы этого центра является аллергодиагностика и лечение аллергических заболеваний. На сегодняшний день здесь используются инновационные методы и новейшее оборудование. Так, например, прибор ФАДИ-250 позволяет проводить диагностику аллергических заболеваний на уровне молекул. То есть мы имеем возможность определять аллергию не просто, например, к березе, а к отдельным аллергенам этой молекулы. То есть, например, на сегодняшний день существует несколько, но есть основной, как мы говорим, мажорный аллерген, есть минорный аллерген. Для чего это важно? Дело в том, что помимо диагностики в центре проводят лечение аллергических заболеваний. Причем делается это не только стандартными медикаментозными методами, но и используя современную аллергоспецифическую иммунотерапию, так называемую асид-терапию. Введение минимальных доз этого аллергена способствует тому, что вырабатывается в последующем невосприимчивость к этому аллергену. И ребенок уже, ну и взрослый человек, он уже не так сильно реагирует на поступление этого аллергена извне. Так вот, именно для того, чтобы спрогнозировать эффективность этого лечения, необходимо определить наличие мажорных аллергенов. Если они есть, тогда эффективность будет высокой, а если нет, то смысла в данном лечении не будет. Помимо асид-терапии существуют и другие современные методы лечения аллергических заболеваний, в том числе и с помощью генноинженерных препаратов. В скором времени центр начнет их использование и благодаря им станет возможным лечение таких серьезных заболеваний, как хроническая крапивница и бронхиальная астма. А 24 апреля в рамках Европейской недели иммунизации в центре пройдет день открытых дверей, на котором родители смогут узнать обо всех направлениях работы данного центра в общем и все интересующее их о прививках в частности. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В минувшие выходные в одном из торговых центров Рязани прошел флешмоб студии «Яролаш Рязань». Посвятили его апрельскому празднику смеха. Веселые истории, как покажет наш, веселые истории, как знали, «Яролаш». Воспитанники студии исполнили зажигательный танец, а затем подарили другим детям шарики и провели мастер-класс по сценическому движению. Кроме того, именно во время этой акции был объявлен набор на третий сезон, длительностью 4 месяца. Итогом которого для каждого участника станет съемка в главной роли в юмористическом сюжете и трансляции этих сюжетов на каналах телекомпании «Город». Студия «Яролаш» ждет всех желающих пройти кастинг. Записаться можно по телефону 513 015. По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа с захоронением до конца суток 10 апреля, ночью и днем 11 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 метров в секунду. В связи с предстоящей ветреной погодой, Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры личной безопасности, не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач, деревьями, по возможности ограничить время нахождения на улице. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok